Так, значит я на данный момент в моей модели поднялся уже на четвертый уровень Как видно по статистике 257 тысяч полигонов Вот, уже сетка значительно плотнее выглядит, чем была до этого И, соответственно, это мне дало возможность чуть больше деталей проработать Значит, район вот его шеи Я немножечко так пытался детализировать, насколько мог Все это сделано инструментом скульптинга То есть очень часто разнообразные рельефы Как здесь, прочие другие вещи Хотя здесь они пока проработаны грубо Потому что еще будет возможность это более детально проработать Получается, как правило, следующим образом При скульптинга, при небольших При резком фоллофе Вот, вы делаете нечто подобное Ну, при маленьком, конечно же, размере кисти Вот, один прочерк, который выдавливает Рядышком с ним там несколько прочерков, которые наоборот То есть этот выдавливает Рядышком несколько прочерков, которые вдавливают Тем самым вы подчеркиваете как бы рельеф То есть, ну, чем больше, чем сильнее влияние инструмента Сила его, вернее Тем, соответственно, лучше будет результат И опять-таки, все зависит от вашей сетки Сейчас четвертый у меня Левел 4 Вот, видите, полигонаж Полный четверть миллиона полигонов Вот, уже дало возможность чуть лучше проработать Добавил я ему еще ноздрю Из того, что тоже увидел на фотографии На картинке, что в данный момент у меня было упущено Вот, немножечко проработал область рогов Точно так же, используя инструмент скульптинга В несколько уровней Скульпт, балл То есть, в принципе, ничего нового пока Из того, что мы с вами изучали Здесь я не применял То есть, все то же самое Что мы с вами делали При использовании Наших предыдущих инструментов Те же самые вещи все Так, тут вот сетка вроде бы как и плотнее стала Видите, они везде еще достаточное количество полигонов Для выдавливания Вот так вот, насколько можно Дальше, видите Смуз сильно Сильно сглаживает Придется его меньше делать По размеру и слабее По влиянию Так, тоже сильнее немножко выделю Вот эти вот участки Если где-то вдруг Результат нужный не получаете Проблема 100% в нехватке полигонов То есть, в основном Чаще всего поначалу именно с этим связано Невозможность получить То, что вам хотелось бы То, что вы задумали Скорее всего Просто недостаточно полигонов То есть, нужно добавлять уровни сглаживания Дробить сетку дальше И получать более адекватный результат Здесь с контролом точно так же То есть, для контраста Наоборот, их вдавливаем Это еще сильнее подчеркнет Наши вот эти костные конструкции Это еще сильнее подчеркнет Смотрите, без конца Идет работа с кульптингом Идет работа со сглаживанием В этом, в принципе, логика программы Что-то выдавили, что-то вдавили Сглаживанием убрали резкие пики В модели На этом уровне конструкция уже Совершенно по-иному выглядит значительно Более четко очерчивается Хороший дает результат Есть, хорошо, эта часть готова Теперь немножечко тут добавим Делаем спад Такой более толстый Идет работа со сглаживанием Вот здесь нам с вами нужна Более круглая конструкция Нам в будущем придется здесь выдавливать Наши вот эти вот маленькие Такие вот рога Уплотнения тоже, которые у него растут Поэтому нужна база, из которой они будут расти Мы ее с вами в Максе до этого не выделяли В принципе, сейчас Вижу, что, наверное, надо было сделать И чуть поплотнее Еще там Проще было бы здесь Но не проблема То есть уплотнить мы можем это и тут Если нужно Пользуясь теми же самыми инструментами Так, есть Вот эти части тоже Здесь можно выделить Они у нас хорошо выделены Здесь еще не очень Вот, и при манипуляции с объектом Будьте аккуратны, чтобы не влезать в геометрию То есть вот сейчас ее видите не видно Но хотя я нахожусь внутри геометрии Если я буду думать, что я делаю работу здесь Ничего подобного На самом деле я где-то здесь ее буду делать Поэтому с этим тоже Смотрите Будьте аккуратны и внимательны Так Все равно Вроде бы как 250 тысяч полигонов Цифра не маленькая Все равно этого еще не хватает Для проработки некоторых фрагментов Кусков, которые нам с вами будут нужны Поэтому вы видите То есть вы пытались скульптингом там На первых уровнях сделать до четырех Тут на четвертом еще не всегда хватает полигонов Чтобы получить то, что нужно Поэтому не бойтесь наращивать Тоже это, конечно, не бездумно надо делать Но Можете не бояться увеличивать полигонаж Ничего там страшного нет Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, есть То есть Многие моменты, которые на фотографии видны Тоже здесь можно уже постараться посильнее чуть выделить Даже на ногах, например, вот эти вот линии Которые у нас Включим функцию инверсии Пусть он вдавливает Вот, которые у нас отделяли группы мышц Уже тоже на данном уровне Можно получше отделить Сейчас уберу сильно... Толстая она у меня получилась Подъеду поближе, возьму меньше радиус Попробую ее еще разочек Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Вот эти основные линии нам в будущем понадобятся Потому что мы по ним будем моделировать Нашу новую полигональную конструкцию Нам нужно будет уже учитывать все эти вещи Поэтому они играют роль Слишком там уж мелкие какие-то искажения на его коже В виде складок Прочих других вещей Пока здесь нам не критичны будут еще Вот поэтому можно и внимания не уделять Мы чуть попозже, когда будем уже прорабатывать нашу финальную модель Будем на это обращать внимание Видите, вот на таком уровне уже это все проще делается Контуры значительно удобнее чертить Линии четче получаются Так, вот эти моменты складки Здесь тоже можно уже Вот этих вот частях тоже немножко выделить Так, вот мы их вдавили А теперь наоборот некоторые из них выдавливаем Чтобы контраст сильнее подчеркнуть Ну и в конце, конечно же, смуз С небольшой силой Чуть-чуть, чтобы слишком уж там резкие убрать Моменты Значит, эти вот складки нам тоже Мы их на геометрии, которую будем с вами перемоделировать На процессоре топологии Нам не нужно будет их выделять Но они нам будут показателями того, в каких местах нам нужно уплотнить будет сетку То есть здесь, например, где его конечность сгибается Вот, нам нужно будет большее количество полигонов получить Для того, чтобы в будущем там при... Ну, мы этот этап делать не будем, например Но я имею в виду вообще, если говорить о процессе производства полноценного В будущем модели настраивается скелет Для того, чтобы иметь возможность ее анимировать Так вот, там, конечно, это очень важно Потому что если будет мало полигонов в местах изгиба То потом этот изгиб может неестественно выглядеть Поэтому нам это важно учитывать Поэтому мы для себя здесь Этот момент тоже, видите, так вот обозначим, выделим Уже хорошо прорабатывать все эти складки Все прочие вещи мы будем с вами на финальной модели Когда ее доделаем Так вот, сейчас, возможно, один из моментов Который тут у нас уже будет с вами получаться Это вот его пальцы и вот эти части когтей Которые у него присутствуют Попытаемся их выделить Значит, есть еще один инструмент Который, в принципе, похож на инструмент скульпт Ну, начнем с того, что большинство инструментов Которые вообще представлены на панели инструмента в мудбоксе Это все, скажем так, клоны инструмента скульпт Разница только в том заключается Что у них уже какой-то определенный набор настроек задан Для более лучшего результата Ну, например, сейчас я хотел бы сказать Инструменте, который носит название knife, нож Пишется к knife, читается knife Knife tool, инструмент, нож Его отличие, например, от скульпта Только в том, что, первое У него более резкий fall-off То есть он позволяет делать маленькие тонкие линии Вот, и у него включен, например, режим уже steady stroke Для того, чтобы мы эти линии более аккуратно рисовали Хотя сейчас, ну, видно Наверное, это с предыдущей группой мы его отключали Вот, ну, факт тому, что просто более интересные настроечки стоят этого дела То есть если мы вот Ну, тут, конечно, все тоже будет зависеть еще от полигонажа Вот, чтобы выделить на пальцах ногти Нам, в принципе, нужно разграничить Вернее, когти в его случае Нам нужно выделить границу Разграничить область, где заканчивается у нас кожный его покров И начинается сам этот ноготь Но посмотрим, позволит ли нам текущий полигонаж это сделать Видите, он недостаточно еще плотный Плюс в данном случае еще, вот видите, вот если по сетке смотреть Те полигоны куда-то в сторону сюда уходят Это можно, кстати, опустившись вниз На инструменте Grab Попытаться подкорректировать Я вот в пальце я там попытаюсь Сетку, видите, более-менее расположить ровно Чтобы вот эта линия очерчивала Тут свой контур Нам было, почему эту линию разграничительную ставить То же самое здесь Так, ну тут вроде бы все неплохо Линия более-менее видна Здесь тоже, видите, вот если по линии идти Полигоны очень сильно заваливаются В ненужную нам сторону Поэтому Ставлю их с таким расчетом Чтобы вот в будущем по этой линии можно было пройтись Ну а теперь поднимемся до текущего уровня В моем случае четвертый Включим давайте knife, нож Сделаем его поменьше И попробуем здесь для начала Можно сетку использовать как ориентир Выделить линию Но все равно недостаточно полигона, видите Вот такие вот провалы, которые вот сейчас происходят Где-то он срабатывает, где-то не срабатывает Показатель того, что полигонаж Еще пока недостаточный Значит, пока эту задумку придется Отодвинуть чуть на попозже Вот, либо если вам сейчас этот момент нужен То проработать его можно Просто на более высоком уровне Там shift D Нажав, вот сглаживание Уже полигонаж за миллион вышел Сетка еще более Стала плотная Давайте попробуем Видите, ему все равно этого еще не хватает Пробуем скульпт И стараться вот так вот вдоль этой сетки идти Так, вот мы линию с вами наметили И теперь Сделаем такую штопу здесь чуть-чуть Во-первых, давайте немножко shift Тут сейчас придем в порядок Видите, нам нужно, чтобы эта линия была более-менее равномерная И хотя бы тянулась как одно целое Сейчас она у нас такими вот скачками идет Какие-то участки выделены Какие-то не выделены Где-то вдавлено Где-то было пропущено Вот, поэтому Пробуем сейчас еще разок Скульптинг Сделать поменьше силу С инверсией еще разок пройтись Может наоборот Тут побольше сделать диаметр Может слишком маленький Он для того количества полигонов Которые У нас пока присутствуют И с небольшой силой Вот видите, я стараюсь так вот Чуть-чуть, медленно Тоже сильно Стараюсь так вот наметить эту линию Так, теперь чтобы ее усилить Мы можем сделать такую штуку Используя скульпт Вот эту часть, которая кожа Наоборот, вот здесь вот по краю То есть не сама, не на самой линии Вот здесь вот по краю Сделать чуть побольше А здесь наоборот С контролом немножечко Поменьше Сделать эту часть С шифтом Или со смузом Просто без разницы Опять-таки все это дело с глади То есть не так просто Это на данном уровне получить Номаль нижний Можно чуть ниже опустившись Мы немножко сможем эту конструкцию Больше сделать такую Похожую на ноготь Тот же самый скульпт можно взять Сделать ее Или даже граб может быть Может грабом будет удобнее Еще немножечко ниже И опускаюсь И делаю его таким Более треугольным Сделать ее Продолжение следует... 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 Продолжение следует...